Универньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Аделья Шамилова. Сегодня в выпуске. В КФУ выручили Оксфордскую стипендию. Известен победитель конкурса на соискание премии Завойского среди молодых ученых КФУ. Пока не поздно, успей привиться. Ректор КФУ Льжат Гафуров прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. В ходе визита ректора было подписано соглашение о сотрудничестве с университетами республики. А также состоялось открытие Ташкентского офиса КФУ в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улукбека. Дальнейшие подробности состоявшегося визита мы расскажем в нашем следующем выпуске. В КФУ посетили представители благотворительной организации Оксфордский российский фонд. В рамках визита прошло вручение стипендий студентам Казанского федерального университета. Анна Голзунова расскажет подробности. В Казанский федеральный университет с визитом прибыли представители благотворительной организации Оксфордский российский фонд. Встреча состоялась в голубом зале КФУ. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов презентовал гостям Казанский университет. Благотворительная организация Оксфордский российский фонд основана в 2005 году. Их деятельность направлена на стимулирование учебной и научной деятельности талантливых российских студентов-аспирантов, обучающихся в области гуманитарных, социальных и экономических наук. Сотрудничество Казанского федерального университета и Оксфордского российского фонда продолжается на протяжении 10 лет. Стипендиатами фонда за этот период стали почти 2000 обучающихся КФУ. В этот раз одной из целей приезда гостей в КФУ являлось вручение сертификатов студентам-стипендиатам, которое состоялось в императорском зале. В 2018-2019 учебном году стимпендию фонда получил 61 студент гуманитарных направлений КФУ. Выплата каждого составит 7 тысяч рублей ежемесячно. Я подавался впервые, это мой первый год, и на самом деле никаких ожиданий особых не было, была лишь надежда. Я представлял научную работу в области психологии. Мы с научной группой изучали иррациональное смышление у лиц с неврозами. И, собственно, это исследование, как оказалось, явилось актуальным на сегодняшний день. В 2018 году российским Оксфордским фондом перечислено КФУ более 13 миллионов рублей для выплаты стипендий студентам и аспирантам, а также на административные расходы. В рамках визита делегации Оксфордского российского фонда в КФУ также пройдет встреча со студентами, старшекурсниками и аспирантами. Состоится презентация программы The Hill Foundation. С лекцией выступит и один из попечителей фонда Джон Нейтингел. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Ленардо Валетяров, Универньюз. В Казанском федеральном обсудили будущее российского и зарубежного образования. Подробности прямо сейчас. Казанский федеральный посетила группу студентов и преподавателей Университета Кёльна и Московского педагогического университета. Целью визита стала организация и проведение научно-образовательного семинара. Здесь студенты имеют возможность обменяться знаниями и познакомить будущих коллег с системой образования своих стран. Состоявшийся семинар – это совместный проект Московского педагогического университета с Университетом Кёльна. В этом году площадкой реализации проекта стал Институт психологии образования Казанского федерального университета. И выбор очевиден. Как рассказали сами гости вуза, Институт психологии образования КФУ известен в стране и за ее пределами как ведущий современный образовательный центр России. В этом году выбран Казанский университет, потому что нам интересен опыт Казанского университета в обучении физики и математики. И, конечно, немецким коллегам было очень интересно посетить музей Лобачевского и вообще посвятить свое время данному великому математику, которого они прекрасно знают. Теперь представители университетов планируют начать сотрудничество с Казанским федеральным. Мы очень надеемся на сотрудничество. Нам интересно это сотрудничество. Кафедра физики классические ваши в свое время вместе с нашими методистами писали учебник и создавали видеоматериалы к этому учебнику. Поэтому сотрудничество некое уже было. И сейчас мы бы хотели продолжить это сотрудничество и ваши физики тоже. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ-Ньюс. Научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета Вячеслав Кузьмин стал обладателем первого места в конкурсе на соискание Казанской премии имени Завойского среди младых ученых в области физики. Церемония награждения состоялась в Музее истории КФУ. 27 сентября в Музее истории Казанского федерального университета стоялась торжественная церемония вручения премии имени Завойского. Конкурсов в жизни бывает много. Для кого-то, первый раз, для кого-то, первый раз. Любое участие в конкурсе – это требуется участие, подготовка, это формулировка тех мыслей, тех результатов, которые вы тогда получили. Для Казани, о которой самых разных трибун говорят, как и спортивной молодежной столицы России, крайне важно быть мировым центром науки, инновации. В этом году в финал конкурса вышли семь представителей из пяти высших образовательных организаций. Ваша работа, я говорю, в активное данное действие, он работает, он живет, и в будущем, я говорю, еще впереди много-много. Научный сотрудник Института физики Казанского федерального университета Вячеслав Кузьмин стал обладателем первого места в конкурсе на соискание Казанской премии имени Завойского среди молодых ученых в области физики. Вячеслав Кузьмин уже во второй раз участвует в конкурсе имени Завойского для молодых ученых. И если первое участие, когда он был еще аспирантом Института физики КФУ, не принесло призового места, то нынешнее завершилось победным результатом. Диана Шилова, Леонид Литьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете был организован праздничный концерт Котню пожилых людей. Гостями стали сотрудники пенсионного возраста структурных подразделений КФУ. Анна Голзунова познакомится с подробностями праздника. В преддверии самого теплого праздника Международного дня пожилых людей в Императорском зале Казанского федерального университета был организован праздничный концерт. Перед всеми зрителями выступил ансабль Варвара, храма святой великомученицы Варвары. Виновниками торжества стали более ста сотрудников пенсионного возраста структурных подразделений КФУ и бывшие сотрудники уже вышедшие на пенсию. С Днем пожилых людей поздравили также студенты и сотрудники Елавушского института КФУ. По случаю праздника там состоялся концерт, где выступил вокальный ансамбль «Реченька», а студенты исполнили вальс. Гостям праздника были вручены благодарственные письма и подарки. Весь вечер звучали поздравления и добрые пожелания. Анна Голзунова, Ленардо Влесьяров, Универньюз. Сотрудников и студентам Казанского университета ожидает вакцинация против гриппа, где можно сделать прививку и для чего она необходима. Смотрите в сюжете нашего корреспондента. Грипп является довольно опасным заболеванием, которое при отсутствии надлежащего лечения может привести к серьезным последствиям. Именно поэтому медицина разработала немало способов для предотвращения гриппа. И самым эффективным из них является вакцинация или в просторечии прививка. Эпидемиологи университетской клиники призывают привиться против гриппа уже сейчас. Несмотря на то, что ближайшая вспышка эпидемии гриппа ожидается только зимой, застраховать стоит себя уже сейчас и защитить свой организм даже от банальной простуды. На сегодняшний день привилось 3 328 человек. Это 30% от нашего плана. Мы планируем привить 15 120 человек в этом году. Необходимость прививки – важный момент в борьбе с эпидемией гриппа. Если вы переболели гриппом, не стоит тешить себя иллюзиями, что ваш организм имеет крепкий иммунитет против вызывающих заболевания вирусов. Ничто не защитит ваш организм лучше, чем современная вакцинация. Прививка действует в 80% случаев. Эффективность прививки рассчитана на 6-8 месяцев. Но нужно сказать, что вирус гриппа очень изменчив. Каждый год это мутирует и появляются новые патогенные штаммы. В этом году в Всемирной организации здравоохранения рекомендована трехвалентная вакцина, в которую входит штамм вируса гриппа А. H1N1 – это птичий грипп в простонародье штат Мичиган. Тип гриппа А – Сингапур, в отличие от прошлого года его не было. И тип гриппа Б – Колорадо. На этом все. На сегодня с вами была Аделья Шамилова. До новых встреч.